Страница, и у меня есть страница нашей школы, у нас есть страница салона, которую ведут наши администраторы. Мою личную страницу веду я. То есть, все-таки есть еще другие бизнес-страницы, которые... Да, кстати, да. Если у вас есть личный бренд, то у вас, например, две страницы, личная и страница бренда, то, естественно, страничку бренда может... У вас просто может быть общая страница, страница, например, где и бренд, и вы. Но, наверное, все-таки, мне кажется, что есть смысл создавать две страницы. если вы хотите свой личный бренд развивать, да, как дизайнер. То есть и свою страничку как дизайнера, и страничку отдельного бренда. Спасибо. Ну, у Алены вообще, как бы, история такая, у нее достаточно большой коллектив, поэтому часто, как бы, ну, есть на подхвате, грубо говоря, да, там администратор в салоне, допустим, есть еще что-то. И вот Алена тоже, кстати, не так часто выставляет свои фотографии, потому что у нее, ну, у нее профессия визажист, она очень часто публикует именно, ну, девушек, да, красивых. Вот сейчас намного чаще стала публиковать свои личные фотографии, я заметила так почему-то, да. Так, а вопрос? Хорошо, вот еще вопрос такой меня очень интересует по поводу обработки фотографий, и это постоянно возникает на всех мастер-классах, на всех каких-то встречах, потому что есть такие люди, которые говорят, что, ну, как, вот, ретушь фотографии, то есть, ну, как, это же не настоящее все получается, зачем ретушировать что-то, вот, надо все выкладывать, как оно есть. Даже визажисты так часто высказывают свое мнение, потому что, ну, я как бы, я хочу видеть реальный результат, да, а не типа отретушированный, красивый, чтобы потом я пришел и разочаровался. Как вот здесь быть, как редактировать фотографии, нужно ли вообще это делать? Ну, смотря, что редактировать, я не редактирую кожу практически, я же говорю, это моя фишка, но я могу убрать прыщик какой-то, ну, зачем, чтобы люди смотрели на прыщик, я считаю, что контент должен быть красивым, да, визуально приятным. Мы недавно работали с фотографом, и я получила фотографии обработанные, но там на моделях есть несколько прыщиков, я считаю, что, ну, нужно, нужно все-таки эстетически, да, подходить к делу, вот. Зачем, да, рисовать можно, сейчас не столько это все продвинуто, можно вообще нарисовать заново макияж, не красить, а просто нарисовать. Я считаю, что и все остальное, да, так же, как и одежду, можно перекрасить другие цвета, просто есть ли смысл, да, если нужно аудитории показать реальный цвет? Просто можно добавить насыщенности, да, контраста, света, вот это другой вопрос. Карина Афил? Ну, все зависит от того, что именно вы снимаете, потому что, если это какой-то продукт, который вам нужно продать, понятное дело, что сильно вы там фильтр не, ну, не сможете применить. Если же это какая-то фотография из путешествия, да, или какая-то картинка, которую вы создаете специально, да, по своей какой-то задумке, понятное дело, что обработка нужна. Я обрабатываю всегда минимум в трех-четырех программах. Где-то нужно какой-то мусор затереть, потому что, ну, как правило, я снимаю на природе, да, на море, там, в городе. Где-то какой-то мусор затереть, где-то человек какой-то пришел, который помешал моей картинке, где-то там еще какой-то нюанс, где-то какую-то часть нужно высветлить, какую-то затемнить. Обработка нужна всегда, я считаю. В любом случае, ты не можешь создать идеальный кадр, и если у тебя есть возможность довести его до идеала, ну, почему нет? Понятное дело, что не нужно обрабатывать так, до неузнаваемости, чтобы там вещь поменялась, да, или человек поменялся, как многие девушки-блогеры себя меняют так, что у них там все везде вырастает. А в жигуру потом не узнаешь, да, это лишнее, понятное дело. То есть нужно все базировано, но обработка все равно нужна, потому что важный контент, как уже много рассказали. Так, ну, если вопросы заканчиваются, то... Так, ну ладно, хорошо, еще. В каких программах вы обрабатываете? Самый любимый вопрос любому блогеру. В каких программах вы обрабатываете? В принципе, уже самые основные программы все назвали. Snapseed, Vsco, Lightroom, Facetune. Дополнительные какие-то программы, которые делают фишки. Это уже сложно. Это нужно им показать. Да, приходите ко мне на мастер-класс. Кстати говоря, вот просто, чтобы даже заканчивать историю, можно сказать, что девушки, кстати, и одна-вторая проводят мастер-классы по тому, даже как, ну, Карина, как работает с фотографией непосредственно, Алена, как, ну, у нас проходит мастер-класс на практике, показывают, как обрабатывать фотографии. И вообще, в целом, говоря о том, что, в принципе, такие девушки сегодня бесплатно никуда не приходят. Это уже очень серьезный задел для того, чтобы понимать, что блогер сегодня профессия, ну, я говорю будущего, но на самом деле в мировой практике это профессия настоящего. И действительно, любое выступление, любая консультация блогера сегодня ценится в какой-то материальном, да, эквиваленте, конечно, если это профессионал. Ну вот финальный просто вопрос по поводу того, ощущаете ли вы, что все-таки блогеры, ну, Алена, конечно, больше немножко в визаже, да, то есть она как бы в более профессиональной сфере, вот Карина, вот настоящий блогер, можно так сказать, ощущается ли вот эта еще пока опаска, да, вот в профессиональной сфере, вот в неделе моды проходят еще какие-то мероприятия, и блогеров еще не воспринимают серьезно, да, вот как профессию, как вообще, кто этот человек, не определившийся по жизни, вот этот блогер, да, допустим. То есть есть ли такое давление, какое-то ощущение, или это уже все меняется как-то вот с течением времени? Это все очень сильно меняется, и наоборот, мне кажется, к блогерам относятся, ну, очень даже неплохо, потому что, ну, я не знаю, может быть, у других как-то иначе это работает, но у меня нету ни хейтеров, как это, да, у многих происходит. Очень часто меня на улице встречают, узнают, и говорят спасибо просто за то, что я есть. Ну, наверное, потому что важна открытость и честность, и все, и прекрасно меня зовут и на мероприятия постоянно, и в путешествия, и, не знаю, я чувствую только позитив и вдохновение вообще от своей работы, ее дико обожаю, но при том, что у меня основная работа – это не блогерство, я же говорю, я отсею в 90% рекламы, потому что, как правило, обращаются, ну, не совсем, не знаю, моего уровня, так скажем, какие-то странички, вот, но больше как фотограф. И я обожаю, я в восторге просто от того, какие люди встречаются по жизни. Инстаграм считает это крутейшая платформа, помимо того, что ты можешь зарабатывать там деньги, ты можешь встречать совершенно сумасшедших людей с тобой похожих и создавать, коллаборировать, что-то новое придумать, это очень-очень крутая платформа, главное просто вести ее честно, красиво, открыто и не стараться на всом заработать деньги и как-то обманывать, я не знаю, все дело чисто, открыто, мне кажется, что этого и так мало, очень, поэтому нужно стремиться к этому. Так, Алена, финальная. Считают ли сегодня блогеров еще не до профессии, как вы? Ну, в своей нише я могу сказать, что я как визажист, блогер, ко мне очень часто обращаются, у нас в Украине не так много брендов, да, представлено официально, но очень много брендов косметических обращаются для того, чтобы я протестировала их косметику. Недавно я проводила мастер-класс для бренда Живанши для Украины, это вообще мега круто, потому что в России, например, это очень часто проходит, у них есть золотое яблоко, которое собирает крутых, самых-самых крутых лучших визажистов, организовывает мега-праздники. В Украине почему-то это не развито, ну, как-то так, но, может быть, мы к этому придем. Вот недавно бренд Живанши пригласил меня провести для них мастер-класс, подарили много подарков, то есть реально это круто, это ценится. Мне тоже приятно, что мне дают косметику, которая тестировала, про которую могу рассказать и правду рассказать, естественно, чтобы про фавориты какие-то, про какие-то продукты, на которые стоит тратить деньги, про что-то, на чем можно сэкономить. Так, ну, вдохновляющий финал, поэтому огромное спасибо девушкам, мы вручаем вам такие памятные дипломы, огромное спасибо, что пришли.